Всем ку-ку-кусь, ребят. Ну шо, я думаю, время подводить итоги по поводу этой игры. Не знаю, я думаю, что я, в принципе, игру прошел и добился того, чего я хотел. А я хотел именно, чтобы у меня была еда, вода, кислород, продукты и, в принципе, способ, если, к примеру, у меня что-то заканчивается, либо купить, либо добыть. К этому мы еще, конечно, веремся. Блин, сейчас хочу посмотреть, как оно будет после заката всего выглядеть. О, солнышко садится. Она сейчас темнеет, и как раз должна сейчас работать и подсветка, и наша атмосферка. Так что да, думаю, как говорится, я как бы добился того, чего хотел. Сейчас мы побегаем по базе, я покажу, что у меня там новенького, что старенького. И потом, наверное, запустим, добудем льды, добудем газ, азот, углерод и все остальное. И получается, полетим на ракете, добудем с вами хлам. Наша солнышко садится, либо нет. Да, вот, потихонечку начинает садиться. То есть потихонечку начинает становиться красиво. Так, идемте, идемте посмотрим. Идемте оценим. Перекрасил я все-таки себе свою пирамидку. Красная мне она больше нравится. Добавил тоже так же самое освещение. И ля-пута. Так, здесь у нас с вами... Так, давайте я и туда, где наша F. Вот она. Выключить, выключить. Вот. С нами наша взлетно-посадочная полоса. Как раз здесь 9 на 9. И плюс еще там 20 кубов для самолетов. Думаю, с этим мы тоже справились. Теперь мы можем вызывать любого торговца. И покупать у него как еду, так и товары первой необходимости. Так, смотрим дальше. Здесь у меня получается, где красная стена, мы будем добывать с вами газа и льды. А здесь мы будем с вами добывать, получается, хлам. Ну, то есть, вот у меня ракетка справа. Давайте включим свет. Не знаю, видно вам, не видно. Вот у меня ракетка. Это специально на меня будет добывать хлам всякий. А это для... Для добычи газов, льда и тому подобное. Так. Давайте покажу, что у меня тут и как. Сделать здесь вакуум нолик, чтобы лишний кресерас не переигрывалось. Так, все, хорошо. Здесь у меня стоит склад. На складе у нас сейчас пока месть по нулям. Вы видите. Потом посмотрим, сколько льдов мы с вами добудем. Здесь я ямку сделал специально для хлама. То есть, хлам сюда будет падать. Мы отсюда его будем собирать. Так, вот здесь у меня кислород. Здесь у меня идет, получается, это как его... Блин, как же шива. Красная штука такая. Короче, горючее добываем. И здесь мы смешиваем. Все. Вроде осталось здесь только такими вот полами все закрыть. И будет все красиво. Так, идемте, 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 идемте. Блин, ну мне нравится. Крица мне нравится. Но вот это все, чтобы это все было сделать, я потратил, наверное, где-то дня 3-4 чисто для... Для фарма, для производства и для того, чтобы понять, как оно все будет работать. Особенно с ракетой я долго мучился. Вроде бы все получилось. Так что... Идемте смотреть дальше. Так. Здесь у нас ничего с вами, в принципе, не поменялось. Свет, я думаю, можно, в принципе, выключить. Он нам не пригодится. Так, здесь у нас все как было, так и есть. Да. Не убрал, конечно, я это сплакал. Но я думаю, вы не будете меня сильно ругать. Здесь у нас шкафчики, шкафчики. Здесь еда. Здесь у нас получается эти как его железо. И здесь у нас уголь, серебро, ну и так далее. То, что у меня, получается, не влезло сюда, я перенес в эти шкафчики. Можно было, конечно, их все переплавить и сделать эти слитками, но мне впадло. Если честно, если честно, то мне впадло. Так, запасы кислорода у меня еще есть? Да, вот еще, куда я закупал. Запасы кислорода у меня еще есть. Водичка. Водичка у нас с вами... О, есть. Давайте уголь уберем. Вот как раз для тебя последнее место и хранится. Водичка есть, еда есть. Я, в принципе, почти и не пользовался этой едой. А кушал я, получается, с вами вот то, что я вырастил. Давайте дождемся, когда полностью все откачается. Где наш планшетик? Вот наш планшетик. Чтобы всякие химикаты к нам сюда не попадали. Все, отлично. Так, закрыть, закрыть. Все, выключаем, заходим. Здесь у нас с вами маленький, получается, огородик. Помните, в прошлой серии я думал, как это все сделать? Сделал я вот так. Вот у меня стоит бак с водой полный. Полный, полный. Вот бак с водой полный. Вот еще бак с водой у меня тоже полный. Ну, то есть, как бы водичка у меня здесь на мою ферму, я думаю, запоглаза. Так, здесь я посадил помидорку. Вот я позакупал себе, получается, семена для рассады. И вот это, что у меня осталось, то, что я не съел. Короче, так что, в принципе, рабочая схема. Да, еще поставил два фильтра для очистки воздуха. Потому что иногда, когда ты, получается, сюда что-то добавляешь, либо кислород, либо углекислый газ, бывает примеси. И я стараюсь избавиться. Ну, то есть, чтобы у нас здесь все было красиво. Так, идемте дальше смотреть. Идемте, идемте, идемте. Что у нас тут с вами есть? Так, все. Вроде по нулям, вроде вакуум. Здесь с вами у нас, как и было, здесь мы добывали воду. И плюс еще, вот еще, бак полный. И плюс тут еще много водички. Так, давайте посмотрим. Так, не туда, вот сюда. Вот, 300, 915. Короче, воды у меня просто хоть залезли. И это еще я, получается, не использовал ракету, не набывал просто обычный лед, чтобы делать воду. Думаю, с этой проблемой мы решили, правильно? То есть, вода у нас есть. В любом случае, она у нас будет. Здесь у нас кислород. Я сюда потом провожу трубу. Накачиваю свои баллоны, ну и так далее. Лица и тому подобное. Дальше мы с вами делаем. Добываем. Так что, с одной задачей есть. Вода и кислород у нас с вами запоглаза. Так, идемте дальше. Так, давай, пока мы включим тебя. Во. Идем дальше. Еда, я думаю, тоже, в принципе, нам ее, я думаю, хватило даже, чтобы вычислить три гидропонных лотка. Вот таких три штучки себе поставить. Я думаю, нам бы запоглаза. Не знаю, я закупил семена. Зачем так много, если, в принципе, я заканчиваю. А, да, вот еще бак с водой. Ну, то есть, вы понимаете, да, количество воды, которую я себе наделал и которая нужна для растений. Так, где наш планшет, чтобы посмотреть, сколько здесь у нас водички. Здесь один киломоль, плюс тут еще 134. Вот, 134, 134. 300, 300. Ну, то есть, то есть, нашим растениям пить водичку, не напиться, как говорится. Ладно, с этим мы тоже, думаю, в принципе, решили. То, что здесь все у нас с вами отлично. Так, вот эти вот лампы я это поставил, но иногда у меня получается, когда здесь у меня темно, иногда захожу сюда, просто включаю на пару минут и вырубаю. Здесь убрал с вами каркасы. Вот, поставил окна, чтобы солнечный свет как раз попадал на наше растение. Ляпута, ляпута. Так, идемте. Так, это сюда, это сюда. То есть, вода, еда и кислород для себя, корица. Я решил, что с этим я справился. С этим я молодец. Так, что у нас тут? Ну, пусть будет, ладно. Здесь у нас, в принципе, тоже, как вы видите, понаделала себе всяких слитков редких на супер нашей печечке. Здесь у нас склад. Там у нас, как говорится, дипмайнер. Все сюда поступает. Там даже перебор. У меня железо, по железу там очень много. В одном было полторы тысячи. Ну, сейчас мы сходим, посмотрим. В другом тоже такое самое количество. Так что, давайте смотреть по поводу добычи ресурсов. Вот. Железо сколько? 1700. 1800. Золото 200. 230. 900 железо. И тут 900 железо. И тут золото по 100. Ну, то есть, добывать нам теперь ресурсы, в принципе, тоже не нужно. Я около, не знаю, тысячи полторы-две железо, наверное, только продал торговцам. Чтобы у нас с вами была возможность, к примеру, этот, как его покупать. То, что нам надо. Так, 130 баксов осталось. Ну, ничего страшного. Нам, в принципе, больше не надо. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть. Что это идет, получается? У нас первый идет вот дисплей. Это идет количество топлива. Ну, дисплей топлива. То есть, 2600. И тут 2600. То есть, вот эта вот ракета добывает у нас льды. Эта ракета у нас, получается, добывает хлам. Здесь у нас идут режимы. Это, то есть, с первого по седьмой. Когда я здесь нажму на рычаг на первый, он взлетит. Когда он набирает, к примеру, четверочку. И видит здесь астероид. Ну, либо какую-то, там, не знаю, планету. На чем он там добывает. То он начинает, получается, когда рычаг дернует, начинает добывать эти ресурсы. Когда я вижу, что здесь по нулям. Я здесь кручу на двоечку. Он находит еще один. Ну, я сейчас вам покажу. И так далее. Ну, тут, в принципе, все то же самое. Так что, давайте попробуем запустить и добыть льда. Так, это, конечно, можно сделать все автоматически. Вставить туда чип, сюда чип, и оно будет вас летать. Ну, не вручную больше прикалывают. Так. Давай. Полетели. Как раз проверим на 2600, сколько мы сможем с вами добывать. Вот у нас двоечка, это она залетает. И четверочка. Четверочка он сейчас покинет у нас. Ого. Дергаем рычаг и начинаем добывать. Да. А вот это вот, получается, количество того, что у нас будет с вами на складе. Посмотрим, какое количество он у нас добудет. Так. Давай смотреть. Сейчас здесь, когда он полностью добудет весь астероид, должен быть нолик. Главное следить за топливом, чтобы меньше 500 не было. Потому что, когда будет 500, ракета у нас домой не вернется. Сможем ее потерять. Так. Все еще это бывает. Давайте по очереди сейчас как раз ракеты запустим. И сходим, потом посмотрим, сколько чего мы с вами добыли. Так. Здесь, по идее, должен получиться сейчас нолик. Когда мы полностью с вами все добудем. Будет нолик или не будет? Да. Витряков себе, конечно, тут наставил я. Горется, на 10 игр вперед. Так. Из-за чего так много витряков? Из-за того, что, видите, у меня подсветка постоянно работает. Я даже не выключаю. Чтобы мне нужно было тыркать. Вот. Нолик. Это то есть мы добыли все. Исчерпан ресурс. Включаем на 2. Он ищет. Вот, нашел. И включаем еще раз. Как раз, я думаю, до 500, до 600 топлива дождемся. Дождемся 600 топлива. И отправим нашу ракетку домой. Потом запустим эту. И все вместе уже посмотрим, чего и сколько мы с вами добыли. Не знаю, слышно, не слышно. Из-за витряков, из-за работающего дипмайнера. Но, надеюсь, слышно. Так. Давайте пока есть время. Я думаю, дипмайнер можно выключить. Чтобы у нас не было каких-то параллельных с вами шумов. Так. Как нам это уже не понадобится. Как говорится, на этом мы прохождение этой игры и закончим. Так, это так, это чисто финальная серия. Чтобы подвести итоги. И чтобы понять, справился я с задачей, либо не справился. А там уже вам решать. Выжил я на этой планете, либо не выжил. Блин, обожаю. Обожаю эту пирамиду. Да, мне тебя будет не хватать. Но, повторюсь, я чересчур сильно много времени трачу на эту игру. Чтобы построить, к примеру, не знаю, там эту ракету, нужно 2-3 дня нормально пофармить и поделать. Потому что там не хватает то электронных компонентов, то какого-то сплава. Редкого. Так, 800, 700. Так, в принципе, думаю, хватит. Думаю, закрываем рычаг и ставим на пятерочку. Все, пятерочка. Сейчас ракета как раз прилетит с нами, на нашу базу. К нам обратно. Я надеюсь на это. Так что ждем. Пока прилетит. Бум. Да, вернулся назад, вернулся назад. Давайте, у нас топливо есть, чтобы было правильно, прицей было честно. Добьем сюда тоже или не добьем. Ладно. 2-300, так 2-300. А вот эта кнопочка включает, получается... Выключает насос, который качает наше топливо. Вот она. По нашим ракетам. Так, ладно. Давай выключаем и давайте отправлять, получается, нашу ракету вторую, чтобы она добывала нам всякий космический хлам. Все, отлично. Загорелась единичка. И тут должна загореться четверочка. Ну, по идее, должна загореться четверочка. Но она почему-то не загорается. Это значит, я неправильно что-то подключил. Ну, то есть, как здесь. Должна была загореться четверочка. Ну, ладно. Исправлять я это уже не буду. Плюс-минус. Я понимаю, как говорится, что и как. Ладно, сейчас, когда тут нолик будет, я закрою рычажок. Поставлю на... Двоечку. Она найдет новый. Ага, ты добыл, да, уже его? Хорошо. Давай на двоечку. Двоечку. Поиск. Все. Хорошо. Есть. Отлично. Давай дальше. Блин, а как-то быстрее, да, с хламом идет, чем с льдами. Не знаю, почему здесь не отображается, как вот тут отображалось. Но вы видели, да? Главное, кажется, суть мы знаем. Но, в принципе, и... Вот этого вот двух с вами экранов хватит. Это понять, есть ли у нас где-то астероид. И понять, сколько у нас топлива. Да, и вот эти цифры, которые здесь будут, это будет отображаться на общем складе именно конечества льда. Сколько хлама, мы будем смотреть, как говорится, с вами вживую. Так, а давайте сделаем включить, выключить, закрыть и на F2. Во, вот так вот. Так будет вообще, я думаю, ляпота. Ну, только, по-моему, я не могу, да, тыркать рычаги? Не, а не могу. Ну, это надо искать. Не то. Вот так. О, это надо, получается, будет искать. Бак отходов. Угу. Хорошо. Давайте. Бак отходов. То есть у нас на одном экране показывается количество топлива, сколько мы используем. Ну, ладно. Ладно. Бывает. Ага, опять нолик. Так, ну двоечка стоит. Ладно. Давай попробуем двоечку. Есть. Хорошо. Пошло. Можно было, конечно, разделять вот эти все экраны и вести на разные склады. Ну, для демонстрации, я думаю, нам и этого запоглаза. Да, главное сейчас, чтобы топливо с вами не закончилось. Но что-то как-то оно так медленно заканчивается. Здесь быстрее, да, вроде шло? Чем когда добывает хлам. Главное, чтобы показало точную информацию, потому что мы не сможем вернуть потом ракету. И, конечно, игра сохраненная, и я могу это перезаписать. Ну, как бы не сильно и бы хотелось это делать. Так, вот эти два экрана, которые показывают, сколько количества на складе мне хранится, они тут тоже, в принципе, думаю, не нужны. Если, к примеру, я переигрывал бы заново, я бы, наверное, даже их бы не ставил. Просто причак бы или бы кнопку поставил бы. Здесь, когда я дергну, у нас откроется там склад. И под трубом, получается, будет попадать наш основной склад в доме. Блин. А вот что ты не загораешься циферками? Вот это я не знаю. Вот это вот, корица, беда, печаль. Ну, разбирать я уже не буду. Так, ну шо? Сколько тут? 1900. А здесь еще, в принципе, есть, да? Давайте подождем, пока место до ноля дойдет. Закроем и вернем нашу ракету домой. Я думаю, нам за по глаза этого хватит, чтобы посмотреть. Ну, ты добываешь, не? Какой-то большой астероид. Или на чем он добывает этот холом? Даже без понятия. Может, просто в открытом космосе. Здесь, наверное, единственное, что осталось, это мне сделать из масштабного. Просто построить огромный вот такой вот стеклянный купол. Запустить сюда кислорода. Сделать здесь температурку комфортную для жизни. И вообще, корица, можно чилить. Все, нолик есть. Хорошо. Больше не будем добывать. Давайте ставим режим 5. Режим 5 пошел. Все. Остановился? Да, остановился. Ну, отлично. Сейчас ракетка должна вернуться. Должна вернуться назад. Смотрим. Ну. Вот, идем. Все, отлично. Дергаем ручку. Получается, мы открываем с вами хранилище с хламом. Здесь мы открываем с вами хранилище со льдами. Идемте смотреть, что мы наколупали. Сколько мы добыли и чего у нас с вами есть. Если я все правильно сделал по звуку, слышу все правильно. Так. Давайте. Сейчас сделаем полный вакуум. И зайдем посмотрим, что мы с вами там накопали. Блин, а много властенька, да? Много властенька сюда поступает. Во. Так, что у нас с вами есть? Оксид. Лед, летучее вещество. А, да. Вот, вспомнил. Летучее вещество вот сюда поступает. Кстати. Так, дальше. Дальше, дальше. А где тут у нас обычная с вами водичка должна быть? Вот, обычная вода. Так что, в принципе, мы теперь даже можем и не париться. Мы сможем поставить сюда измечитель льда. Я делаю себе обычную воду. Креца. Ву-аля. Это у нас с вами хлам. Давайте смотреть по хламу. Так, в стаке по 10 штук. Что у нас тут есть интересного? Что у нас тут с вами есть интересного? Так, зарядка для... Для батареек. Это хлам. Это хлам. Это хлам. Это в переработку. Что это такое? Баллон. Бля. Какая красота. И надо делать... Так, хлам, хлам, хлам. Тоже хлам. Что это? Подставка для воды? Неплохо. Здесь можно баллон установить. Вот как раз вот сюда и набирать себе баллон водички. Я думаю, кажется, мы не зря летали. Правильно? Так, давайте спустимся. Посмотрим, что у нас тут еще интересного есть. Хлам, 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 хлам. А это что у нас? Ага, ля, ребят, мы... Ля, и мы коробочку нашли, и утилизатор нашли. Все надо. Мне это все надо. Это что такое? Обломки. Ага, ага. Ну, это все обломки. Хорошо. Давайте смотреть, что мы с вами из ценного, кажется, добыли. Добыли с вами утилизатор. Можно как раз утилизатор этот сюда где-то будет потом. Ну, грубо говоря, к примеру, мы ставим утилизатор с вами даже не знаю куда. Так, а что это такое? Ля, ля, какая штука. Давайте посмотрим. У меня такой вроде бы не было. Так, давайте смотреть. Корица, давайте смотреть, что это такое. Бум. Прикольная штука. Да? Скажите, неплохо. Так, ладно, погоди, 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 погоди. Все хорошо, все. Понимаю, ты в шоке, я сам в шоке. Что это такое вообще? Торпедный аппарат. Это то есть по конвейеру, правильно понимаю? Конвейер, оно должно так типа идти отсюда. Или что? Лидко. А, это торпедная аппарат. Это торпеда сюда? Ля, мы тут торпеды с вами можем выпускать, ребят. Прикольненько, прикольненько. Так, на старт, внимание. Ого, ну, не, не хочешь. И отсюда торпеда, да, пошла? Да. Пидыдыш. Шикарно, можно устраивать, користо-космические войны. Можно устраивать звездные войны, ребят. Блин, прикольно. Так, ладно, давайте соберем ее. Давайте ее соберем. Как тебя собрать? Все. Ну, я думаю, это достойно. Так, я думаю, это реально достойно. Так, давай мы тебя спрячем. Вот сюда. Да, идемте смотреть дальше, что у нас тут есть. Блин, ну, это реально достойная лайка. Ничего не знаю, ребят. Верится, приду, проверю. Старался, делал. Думаю, вам несложно будет оценить. Так что, давай, не поленись. Если ты досмотрел до этого момента, уже досмотрел, то иди ставь лайкосик. Так, эту штуку мы с вами пока бросаем сюда. Эту штуку мы с вами пока бросаем сюда. Да, конечно, маленькая, маленькая у меня тут, маленькая полочка, хочу сказать, мало места для хлама. Ну, в принципе, думаю, нормально. Так, давайте, наверное, сделаем так. И, в принципе, я думаю, сюда где-то наш с вами утилизатор и встанет. Правильно? У нас будет теперь два с вами утилизатора. Так. Так, а ну? Так, а как мне? Где ты? Дай. Вот. Только повернись, получается, ко мне вот так лицом. Во. Все. В принципе, сюда можно ставить утилизатор, подключать. Взяли хлам, переработали, тут собрали. И где-то дальше можно даже будет установить центру фу. Даже на улице можно здесь установить центру фу и не париться. Так что, думаю, думаю, достойно. Это мы тоже с вами возьмем. Это с вами возьмем. Баллон возьмем. Сможем ли мы сейчас это все утилизировать? Я думаю, нет. Я думаю, нам это не надо так. Давайте это мы тоже заберем. Я хочу попробовать еще раз отослать в космос. Посмотреть, что мы с вами сможем набрать еще. Крисошок к нам может еще прилететь. Ля-очки. Опа. Ты шо? Ля какой я модный. Блин, прикольно. Так, давай. Собираем, собираем, собираем. Собираем, собираем, собираем. Все. В принципе, вот это шо такое аэррор? Так, кто по-английски шарит? Шо за аэррор? Шо за объект? Шо она мне выдает? Так, идемте попробуем еще раз запустить ракету. Так, закрыть. Закрыть. Я думаю, здесь можно, в принципе, хлам сложить. Он тут никуда не денется, правильно? Точнее, никуда не денется, ты нас тут подождешь. Так, давай сюда. Давай сюда, давай сюда и давай, давай сюда. Все. Умничка. Идемте попробуем запустить еще раз ракетку. Может, мы еще что-то наколупаем. Так, у нас с вами есть топливо или... Ага, 1800. Ну, я думаю, нам запало глаза, правильно? Так, давайте остановим режим 1. Полетели. Все, шикарно. Здесь мы закрываем. Здесь мы закрываем. У нас с вами 28 льдов. Оксидов, летучих веществ и так далее. Ну, то есть, поняли, да, что у нас этот склад один объединенный. Для хлама можно поставить, конечно, еще один. Ну, как-то, как-то лень было это все делать. И так это задолбался. Тут все колупать, не поверить им. Строить, красить. И делать так. И делать так. У меня, конечно, здесь были еще планы, чтобы дальше это все расстраивать. И делать. Вот видите, я сделал тут такой домик. Но я потом подумал, что, в принципе, я, как говорится, готов сказать, что все. Я молодец, я умничка. Я добился своего, того, чего я хотел. А в любых играх, в которых я начинаю, особенно про выживание. Ну, то есть, либо я прекращаю играть, когда мне надоедает. Либо, когда, к примеру, я уже, в принципе, ну, а дальше что? Просто снимать ролики ради роликов. Сегодня вырастил там две помидорки. Вау, супер контакт. Шок, всем смотреть. Лайк, подписка. Ну, тоже бред какой-то. Так. Давай, 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 давай. Блин, ночью вроде как-то медленнее, да, у нас? Топливо уходило. Либо меня глючит. Так, ладно, я думаю, здесь, в принципе, этот монитор здесь не нужен. Этот монитор здесь не нужен нам. Так, ага, добываешься, да? Ну, хорошо, добывайся. Получается, за две ходки мы с вами достали себе... Блин, а чё у меня сенсорные линзы повреждены? Шо такое? Что случилось? Ай-яй-яй, фу-фу-фу. У меня, конечно, есть ещё один шлейф, один скамфандер. Но я как-то не заметил, я очки себе повредил. Это, наверное, когда я что-то либо копал, либо что-то у меня очередной раз взрывалось. Без записи у меня это дело происходило почти каждые, как говорится, пару часов. Что-то шло не так. И приходилось бегать то за скотчем, то за скафандром, то за пожарными. Потому что очередной раз либо окно вырвало, либо баллон с газом взорвался. Так, ну шо? Сколько здесь? 536. Хорошо. Ещё знач копаем. Блин, я думаю, надо было всё-таки вот этот вот джуйстик, этот джуйстик ставить, наверное, где-то в домике там. И уже там посмотреть, как она нам будет выпадать. Но что-то я как-то, кажется, до этого не додумался. Ну ладно. Мне несложно отсюда пройтись, тудой. Всё равно, кажется, нам туда нужно. Так. Давай, падай до нолика. Давай. Падай до нолика. Ну залетим ещё на один. Я думаю, нам топливо как раз для одного, ещё одного хватит. И домой. Ну всё, 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 всё. Блин, он у меня так часто задыхается в этой игре, что вот эти звуки задыхания я уже слышу в реальной жизни. Ну то есть как бы... Смотря какой-то ролик, где-то какой-то шум услышал, похоже на этот, и я сразу начинаю дергаться, проверять, включен у меня фильтр, хватает ли мне кислорода, либо не хватает. Это уже, как говорится, всё, это же за. Это же за, это же за, это как бы пора заканчивать. Хорошо. Так, давай попьём. Давай попьём. Да, ещё можно будет нам поставить с вами холодильничек, конечно, на нашей ферме, но в основном, я думаю, лучше продавать наши продукты и закупать уже можно готовые банки, я не знаю. Как по мне, так проще. Ну, ты долго там будешь копать? Может, и этот, как его? Может, что-то случилось? Так, ладно, давайте, наверное, сюда куда-то мы с вами сложим то, что мы с вами добыли, где ты, где ты, где ты, вот ты, раз, два, три, четыре, и очёчки пять, всё. Всё, полежите пока мы здесь. Всё, тут пока закроем. 1300 топлива. Я думаю, до 700 можно, в принципе, подождать. Я надеюсь, что у нас больше насобирается ресурсов, чем в прошлый раз, и будет что-то полезное, будет что-то интересное. Да, если, к примеру, у меня закончится топливо, я могу спокойно вызвать все торговца, заказать у него оксид и летучее вещество, сделать топливо, опять полететь, опять насобирать, тут сделать водичку, там посадить огородик, там покрасить, побелить, здесь построить пару гостевых домиков. Короче, жизнь удалась. Ну что, нолик, да? Хорошо, давай регулятор 2. Не знаю, нужно ли крутить, не нужно, либо ты сам находишь его. Отлично. Я думаю, как раз нам этого топлива хватит ещё на один астероид, либо на космический объект, который он там собирает. Так, чувствую, ты скоро задыхаться начнешь, да? Главное не пропустить этот момент. Есть, конечно, люди программы пишут, и то есть установили чип, они за этим даже и не смотрят. Сделали автоматизацию добычи льдов, переработки в топливо, сделали замкнутый цикл, и всё, и всё, и всё, ракета летает туда-сюда, добывает ресурсы, и ты только успеваешь кризис сортировать. Но лучше иногда отвлекаться и делать это всё вручную, потому что когда ты чем-то там занят, не знаю, там расставляешь каркасы, либо что-то о себе думаешь, то сильно устаёшь. Иногда нужно отдыхать и просто расслабляться. Так, 1138, окей, ушки. Не скажу, что я прям буду скучать по этой игре, но мне реально её будет не хватать. Я думаю начать новые какие-то, громкое слово скажу, проекты, просто по прохождению других игр. И надеюсь, они меня будут занимать меньше. Ага. Ага, ага, ага. Меньше времени, чем эта игра. Так, а я не знаю, во время шторма сможет ли приземлиться наша ракета. Вот, заодно и проверим. Кризис, вот заодно и проверим, сможет ли пригодиться, либо не сможет. Так, ладно, давайте, наверное, или дождёмся уже. Да, давайте ещё на 200 пусть топливо и меч встанет. Я как раз хочу проверить, во время шторма будет ли оно приземляться. Ладно, чтоб шторм не закончился. Ну что? Эх, ладно. Чего не добыли, того не добыли. Так. На пятёрочку, всё. Регулятор 2 на пятёрочку. Топливо у нас перестало тратиться. Значит, ракета должна лететь домой. Так, визук. Вход в атмосферу. Вот она. Ну всё, по идее, по идее, она села. Так, открываем, получается, хранилище на ракете. И идём смотреть, что она нам на этот раз привезла. Так, включить. Ага, топлива у нас больше нету. Ну и ладушки. И ничего страшного. Можно, наверное, раз в десять полетать, добыть себе топливо. Наделать его миллиард, как я себе воды миллиард тонн наделал. Но уже, как говорится, не в этой серии и не с этим стримером вы это увидите, как будет делать миллиард тонн топлива. Так. Так, мы с вами смотрим. Ага, всё ещё падает. Так, давайте хлам собирать, который здесь падает. Ля, как много. Так. Ага, ага. Всё, это всё. Давайте рассмотреть, что у нас есть с вами полезного. Так, что это такое? Коннектор силовой. Ага, мы с вами коннектор нашли. Так, отлично, отлично. Зачем он нужен, я без понятия. Ну, я думаю, вещь прикольная. Баксов за 300 мы сможем её продать. Так, давай сюда коннектор. Это у нас... Это у нас просто хлам. Ой, мы даже упали. Так, что это у нас? Это у нас обычный бак, да? Да. Пустой. Переносной жидкостный бак. Пустой. Хорошая вещь, хорошая. В хозяйстве, думаю, пригодится. Ладно, давай собираем. Дрель домой. Бумсь. Так, смотрим дальше, что у нас тут с вами есть. Хлам, хлам, хлам. Хлам, хлам, хлам. Хлам мы сюда бросаем. Так, давай смотреть, что ты? Кто ты? Тоже хлам, да? Так, баллон. Жидкостный баллон. Ля, у нас даже водичка с вами есть в баллоне. Смотри. Прикольно, прикольно. От жажды точно теперь не умрём. Так, хлам мы сюда выбрасываем. Чувствую себя как на передаче. Помнишь, как они покупают себе контейнеры? И смотрят, смогут ли они заработать на этом, либо не смогут. Так, погоди, это же колонки были? Или меня глючит? Неужели мы колонки с вами выкинули? Музыкальные. Так, где ты? Это что такое? А, обломки метеостанции. Понял. Я думал, у нас уже музыкальный центр тут идёт. Так, кто ты? Набор компьютер. Ребят, моё почтение. Это нам надо. Это нам надо. Понятненько, понятненько. Так, что это у нас тут? О, 2 идёт баллон. 100% шикарно, шикарно. Всё. О, и ледоруб, да? Как раз. Для добычи. Всё, хлам, 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 хлам. Ну, и ладушки. Я, в принципе, доволен. Не знаю, как вы, но я доволен. Так. Опа, делаем красиво. И устраиваем дискотеку. Так, давай посмотрим, как оно выглядит. Так оно выглядит. Шикарно. Так. Давай, хлам назад, хлам назад, хлам назад. Ну, в принципе, критца, в принципе, достойно. Мы с вами нашли. В принципе, достойно. Если бы это ещё можно было, 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 но прошло. Было, да-да-да, продать у нашего торговца вот это всё, чтобы вы находили, вообще было бы шикарно, я думаю. Так что, ладно. Давайте, наверное, будем мы с вами подводить итоги. Я надеюсь, вам понравилось то, что я настроил. Здесь можно, конечно, дальше это всё делать, но это чисто уже идёт косметика. Как по мне. То есть, главные, как говорится, главные три вещи, которые я хотел сделать, это вода, еда и кислород, я добыл. А всё остальное, это уже идёт чисто так, для меня косметика. И трата моего времени. Так. Во, и очёчки самое главное. Так, давай, ты побудь вот здесь. Очёчки мы с вами заберём. Заберём? Заберём. Да, всё, закрываем. Корица. Садимся вот сюда. И наслаждаемся нашим прекрасным видом. И подводим с вами, корица, итог нашего уваживания. Очередной раз. Очередной раз. Вода есть, еда есть, кислород есть. Две ракеты есть. Можно построить, конечно, ещё одну ракету, на которой я сам буду летать в космос и добывать на разные планеты. Ну, в этом реально я не вижу смысла, так как я живу здесь один. Ни одной банки супа, к примеру, и бутылки воды хватает здесь на неделю. А если ещё экономить, то и на две. Высаживать большие гектары себе огородов, добывать семена и заниматься торговлей. Ну, ладно, я понимаю, если бы я онлайн играл бы, я бы с другими пирогами, к примеру, там бы торговал бы, либо ещё что-то. Ещё да. Но когда ты в соло выживание, вам, в принципе, какой-то минимум, я думаю, и хватает. Так что вода, вы видите, я уже добыл обычную воду. Как из газов мы её добывали, так и обычной льда. Ну, то есть, как бы, либо я могу пойти себе сделать из этого, как его, летучего вещества и оксида в воду. Либо просто поставить ледоизмельчитель и набрать себе водички обычной, холодненькой, вкусненькой, чистенькой. Так что, всё. Как бы, всем мур-мур, всем спасибо за просмотр. Думаю, уже в следующей, в следующей серии, я хочу сказать. В следующий раз уже будет какая-то, наверное, новая игра. Не знаю, посмотрю. Может, стратегия, может, и не стратегия. Посмотрим. Так что, всё. В общем и целом, всем до потом. Не забудь про лакосик, про подписку. И если ты думаешь, что я, как бы, здесь не выживу, и мне нужно дальше выживать, то можешь, в принципе, написать мне в комментариях, где я что-то и упустил. Который, по твоему мнению. Так что, всё. Всем мур-мур, всем пока и до потом. Продолжение следует.